Интересные баталии идут вокруг антикризисного плана, который, по словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, составляет около 750 миллиардов рублей. Хотя тут же стало известно, что меры по поддержанию экономики похудели, по разным данным, от 70 до 210 миллиардов рублей. Впрочем, Кабмин итоговый вариант пока не озвучил. И пока власти думают над мерами стабилизации экономики, накануне ТВ обсудила предложенную программу спасения с биржевым экспертом, экономистом, членом президиума Столыпинского клуба Владиславом Жуковским. Ситуация, когда даже по официальным, очень сильно приукрашенным оценкам Росстата экономика падает на 4%, процент вообще ничего не влияет и нет способности держать какую-то антикризисную поддержку. Значит, во-вторых, то есть плана как такового нет вообще, нет никакой стратегии программы выхода из кризиса, нет никакой вязки действий текущих правительства с среднесрочными, долгосрочными целями, задачами развития государства. Знаете, как бы это такая вот имитация бурной деятельности. Правительству нужно читаться, что они вот чем-то занимаются, вот они, собственно говоря, что-то приняли, что президенту доложить. Владислав Жуковский говорит, что эта программа – это лишь полумеры, направленные на некоторые отрасли. Предложенные изначально 130 миллиардов на поддержку автопрома – это хорошо, но недостаточно, нужно в несколько раз больше. С сельским хозяйством – то же самое. Регионам направляли около 300 миллиардов, но это, по словам эксперта, вообще ни о чем. Так каким должен быть антикризисный план? Антикризисный план должен быть совершенно другой. Это должна быть смена всей макроэкономической политики, это смена идеологии. Мы должны не копить резервы, не пополнять кубышку, не скупать госбумаги и фишак. Мы должны не пытаться здесь проводить какую-то финансовую стабилизацию и там удушить экономику дорогим кредитом, высокими процентами в таск. Мы должны здесь понять, что мы имеем конкурентное преимущество в дешевом рубле, то есть либо выход из ВТО, либо, собственно говоря, зафиксировать дешевый низкий курс рубля. Лучше выйти из ВТО, но они на это не пойдут. Плюс ко всему, здесь необходимы нам политики мощнейших стимулов именно для реального сектора экономики. Процессные ставки для бизнеса, для промышленников, для предпринимателей, для реального сектора должны быть снижены с сегодняшних 15-20% до хотя бы 3-5%. Еще раз таки, льготный, дешевый, емкий, благословочный кредит для реального сектора экономики. Плюс, собственно говоря, смягчение требований для предприятия малого и среднего бизнеса по отчетности, по бухгалтерии, повышение предельной величины выручки для того, чтобы попадать на упрощенную систему налогового обложения. Плюс, собственно говоря, там, где мы реально конкурентоспособны, мы можем производить чего-то сами, необходимо повышение тарифных и нетарифных барьеров для поддержки нашего утреннего товаропроизводителя. Плюс реально демонополизация экономики. Эксперт подводит итог. Суммы недостаточные, и те урезаются. Но вместо реальной работы над антикризисным планом, экономический блок собирается обрезать и без того дырявую программу поддержки. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».